В природе случается, что змея вдруг жалит саму себя или проглатывает собственный хвост. Наблюдаются также случаи каннибализма и поедания приплода. Давайте попробуем разобраться, неужели эти рептилии настолько глупы, что едят сами себя. Приветствую, меня зовут Роман, вы на канале Самое-самое в мире. Приятного просмотра. Что будет, если змея укусит сама себя? Ужалив себя за хвостовую часть, змея обычно не получает никакого вреда, за исключением кровопотери. Ядовитые виды крайне редко умирают от таких укусов, поскольку у них отсутствует восприимчивость к собственному токсину. Данное правило также действует внутри одного вида, то есть у змей сформирован иммунитет к токсину животных со схожим составом. Мало того, некоторые неядовитые виды способны защитить себя от яда опасных рептилий, обитающих с ними в одной экологической нише. К примеру, королевские змеи невосприимчивы ко всем ядам змеиных соседей. Известно, что королевская змея даже питается гремучими присмыкающимися. Аналогичная ситуация и с гадюкой. Если её укусит другая гадюка, то первая может умереть от травмы, но не от токсина. А вот если гадюку ужалит чёрная мамба, летальный исход неминуем. В отдельных случаях фиксировали смерти, однако их можно отнести к исключениям. По какой причине змеи едят сами себя? Рептилии нападают не только в процессе добычи пищи, но и защищаясь. А порой они ненароком кусают сами себя, например, промахиваясь при нападении на потенциальную жертву. У данного явления есть несколько причин. Привлекающий запах добычи. Змеи всецело полагаются на свой нюх. Они превращаются в совершенно неуправляемых существ, когда ощущают аромат пищи. Если в процессе кормления в змеепитомнике хвостовая часть животного оказалась испачкана кормом, рептилия может принять свой хвост за добычу. Подобные ситуации случаются и в условиях дикой природы. Если по хвостовой части рептилии пробежит мышь, змея прежде всего будет реагировать на аромат. У неё наступит состояние сильного возбуждения, и она примет саму себя за кормовой объект. Иногда самоедство является проявлением каких-либо мозговых патологий. Животное может быть дискоординировано в пространстве, видит реальную добычу, кидается на неё, но бьёт немного в сторону и ранит самого себя. Поедание потомства как источник энергии. У поедания собственного потомства также есть объяснение. В период ухаживания за потомством самка очень слаба для того, чтобы охотиться. Чтобы восстановить жизненные силы, ей приходится поедать собственный приплод. Рептилии съедают детёнышей, которым не удалось выжить, а также часть особей, погибших в яйце. Порой на зуб попадаются и живые змеёныши, которые не успели своевременно уползти от матери. Установлено, что змеи в среднем съедают до 11% своего потомства. Факты из древности Поедание собственного тела было замечено ещё в древние времена. Подтверждает это рисунок, обнаруженный археологами в Египте. На нём изображена рептилия, свернувшаяся в кольцо и держащая в пасти свой хвост. Древние люди прозвали существо Ураборосом. Это один из самых старых символов человечества, олицетворяющий бесконечность и цикличность всех процессов. Змея, поедающая собственный хвост – один из уникальных знаков, который можно встретить в истории всех народов мира. Итак, змеи поедают сами себя обычно по ошибке. Это происходит, если хвост рептилии издаёт запах пищи. По нему пробежала потенциальная добыча или на нём есть капли крови. Особь приходит в возбуждённое состояние и жалит себя за хвост. Также самоедство объясняется и мозговыми нарушениями, при которых рептилия не может правильно ориентироваться в пространстве и при атаке на добычу ошибается, кусая свой хвост. Благодарю вас за просмотр, если видео это вам понравилось, можете смело поставить лайк. А также подписывайтесь на канал, впереди ждёт вас много новых интересных видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok